Антон Павлович Чехов. Толстый и тонкий. На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флердоранжем. А тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком его жена и высокий гимназист с прищуренным глазом его сына. Порфирий воскликнул толстый, увидев тонкого. Ты ли это, голубчик мой? Сколько зим, сколько лет? Батюшки, изумился тонкий. Миша, друг детства, да откуда ты взялся? Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза полные слез. Оба были приятно ошеломлены. Милый мой, начал тонкий после лобызания. Вот не ожидал, вот сюрприз. Ну да погляди же на меня хорошенько. Такой же красавец, как и был. Такой же душонок и щеголь. Ах ты, господи, ну что ж ты, богат, женат. Я уже женат, как видишь. А это вот моя жена, Луиза, урожденная в Анценбах, лютеранка. А это сын мой, Нафанайл, ученик третьего класса. Это Нафаня, друг моего детства. В гимназии вместе учились. Нафанайл немного подумал и снял шапку. В гимназии вместе учились, продолжал тонкий. Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили гиростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег. А меня эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо-хо, детьми были. Не бойся, Нафаня, подойди к нему поближе. А это моя жена, урожденная в Анценбах, лютеранка. Нафанайл немного подумал и спрятался за спину отца. Ну, как живешь, друг? Спросил толстый, восторженно, глядя на друга. Служишь где? Да служился. Эээ, служу, милый мой. Коллежским асессором уже второй год. И Станислава имею. Жалование плохое, но да бог с ним. Жена уроки музыки дает. Я портсигары приватные из дерева делаю. Отличный портсигар, порублю за штуку. Правда, если кто берет 10 штук и более, там, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте. А вот теперь вот сюда переведен, стал начальником по тому же ведомству. Здесь буду служить. Ну, а ты-то как? Небось уже статский, а? Нет, милый мой. Поднимай повыше, сказал толстый. Я уже до тайного дослужился. Две звезды имею. Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой. Казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился. Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились. Длинный подбородок жены стал еще длиннее. Айнафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира. Я... Ваше превосходительство очень приятно. С друг, можно сказать, детства. И вдруг вышли в такие вельможи. Хе-хе-хе-хе. Ну, полно поморщился толстый. Да для чего этот тон? Мы же с тобой друзья детства. И к чему тут это чинопочитание-то помиловать? Ну, что вы, захихикал тонко, еще более съеживость. Милостивое внимание вашего превосходительства. Вроде как бы живительной влаги. Это вот ваше превосходительство мой сын Афанаил. Жена Луиза, лютеранка, некоторым образом. Толстый хотел было возразить что-то. Но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника остошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощание руку. Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем, захихикал, как китайцы. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Жена улыбнулась, Афанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова